Привет, меня зовут Лида и вы на канале Жизнь Зеленых. Я очень рада, что вы сейчас смотрите это видео. Если вы его смотрите, значит вам интересна тема выращивания замиакулькаса. Да, может показаться, что какая-то фигня у меня в руках, но на самом деле это замиакулькас, который остался совершенно без листьев, абсолютно, вот в таком вот виде. И если у вас растение вот в таком состоянии, это еще не значит, что его нужно выкидывать. Сейчас все подробно расскажу, не переключайтесь. Итак, главный герой сегодняшнего нашего видео это замиакулькас. Его, конечно, здесь можно не узнать, естественно, в таком виде. Но я хочу опять же показать и рассказать, что замиакулькас это на самом деле неприхотливое растение. Это растение, которое неплохо поддается реанимации, даже если вот оно находится вот в таком ужасном состоянии, когда листьев просто, то есть зеленой массы просто не осталось, да, ее все срезали. Потому что она закончилась. И вот это на самом деле все выкидывать. Но когда я убрала землю, я поняла, что я должна этим с вами поделиться. Что даже вот у этого, на первый взгляд, уже как бы мертвого растения, да, что даже у него есть потенциал. И при должном уходе это растение, пусть не быстро, но оно восстановится. Почему я уверена, что оно восстановится? Смотрите, у него есть абсолютно живые, крепкие, хорошие бульбочки. И еще, вот здесь вот есть маленькие клубеньки, видите, вот маленький клубень. И из него уже появляется росточек, уже появляется из него будущий лист. Здесь, конечно, очень много сухого, гнилого. Это говорит о том, что когда растения пересадили, да, то либо эти корни были повреждены, и потом они просто умерли, либо в какой-то момент его пересушили, а потом залили. Это, кстати, моя тоже изначальная ошибка была с замиокулькасами. И первый замиокулькас я загубила именно так. Я думала, что его нужно поливать редко, что я и делала. А потом я просто бухала воды, что там становилось болото. И, соответственно, подсохшие корни, они просто начинали гнить. И все. Что я поняла за все это время, что замиокулькас, он любит полив регулярный. Но это не значит, что его нужно поливать каждый день. Это значит, что его надо поливать с определенной периодичностью. То есть, например, раз в две недели определенный объем воды. И тогда вы избежите пересушки, а потом дальнейшего залива и вот такой вот неприятной истории. Итак, первое, что я буду делать с этим растением. С этим экземпляром, похожим на растение, я убираю вот эту всю историю сухую. Они, на самом деле, очень легко убираются. То есть здесь он явно был пересушен. Но ему, кстати, этого вреда сильно не пошло. Наоборот, видимо, остановились процессы гниения. То есть эти корни, они просто отсохли. И дальше я не вижу, чтобы что-то шло. И даже запаха специфичного из горшка не было, из земли. То есть вот это я сейчас все убираю. Все, тут абсолютно, смотрите, абсолютно здоровые кубеньки. Абсолютно здоровые. Из них, вот смотрите, вот. Вот. И вот уже есть зачатки будущих листьев. Поэтому это совершенно жизнеспособный экземпляр, которому просто нужно немножко заботы и любви. Так. Ну, слушайте, вот так вот это все выглядит. Выглядит достаточно хорошо. Даже мягкого гнилого нет. Вот здесь, кстати, видимо, тоже пытался пробиться новый листочек. Но он дальше не пошел. Ну, это не значит, что он не пойдет. И вот, смотрите. Раз. Два. И три. Вот на них я очень надеюсь. Единственное, что поняла про змеокулькасы. Я поняла то, что они достаточно долго держатся. Да, то есть они долго не показывают, что у них какая-то беда. То есть даже вот там может уже половину корней, половина корней на самом деле сгнить в горшке. Но растение при этом будет выглядеть достаточно хорошо. И только оно начнет потихонечку там желтеть, пятнышки на листьях появляться. И когда это появляется, очень часто там уже половину горшка реально просто выкидываешь. И вот так как он долго так реагирует, да, и показывает, что у него что-то не так, на самом деле так же долго он потом восстанавливается. То есть я думаю, что только через несколько месяцев, через парочку, скорее всего, вот эти вот зачатки, если все будет хорошо, да, они превратятся уже в зеленую массу, в зеленые ветки. Очень надеюсь, что это получится. Я потом обязательно с вами поделюсь результатами. Что у меня получилось вот здесь еще сухого? Сейчас немножко уберу. Вот, а змеоколькоса у меня, это, конечно, история, мне кажется, вечная. Это на самом деле неприхотливое растение. Оно просто не любит, когда его заливают. И когда его, кстати, ставят очень темное место, оно становится некрасиво, такое разваливается. Так, вот, честно говоря, не знаю, садить. Ну, я на самом деле посажу его в этот же горшок. Единственное, что поменьше он туда будет. Сейчас я вот это все выброшу. У меня есть специальная метелочка и совочек, чтобы все вот так вот убирать. Очень удобно. 150 рублей в ленте, если кому-то интересно. Очень активно этой штукой пользуюсь. Так, вот, смотрите, я сейчас выбираю, во что же посадить. Его нужно посадить по объему корневой системы. У меня есть вот такой горшок, в котором он уже был, да, но он явно очень большой. Когда я вытарахнула землю, это очень много. Это уходит. Дальше у меня есть вот такие вот два экземплярчика. Это тоже, видите, великоват. Тоже убираю. И вот это тоже великоват, на мой взгляд. Я бы взяла поменьше, но у меня просто меньше нет. Поэтому посажу его хотя бы в такой. Единственное, что так как вообще замиокулькасы, они любят глубокие кашпо, да, глубокие горшки высокие. Потому что у них корневая система, она вот так вот растет вниз. Да, вот здесь вот объемная получается. И им так больше нравится, чем вот объем заполнять. Но у меня нет. Единственное, что может быть, вот такой бы какой-то стаканчик можно было бы, кстати. Вот сейчас, наверное, я в такой вот стаканчик какой-то посажу. Так, есть у меня стаканчик. Сейчас я сделаю вот так. Я просто приготовила дренаж уже для пересадки. Я его пока вот сюда уберу. Ну-ка посмотрим. Как он сюда. Да, вот это вот будет идеальное. Это будет идеальное. Сейчас я просто сделаю дырочки. Дырочки я сделаю с помощью ножниц. Даже не дырочки. Я просто вот так отрежу. И все. И пусть он пока живет в этом стаканчике и восстанавливается. Глядишь, быстрее. Быстрее выпустят листья, потому что замиокульксы любят, когда тесно. И когда у них корни достигают боковых стенок и достигают дна, то они пускают листья. То есть если вы хотите, чтобы у вас замиокулькс быстрее нарастил зеленую массу, то не нужно в просторный горшок его сажать. Так, вот так вот у меня будет. Отлично. А сейчас я покажу, как замешать грунт. Первое, что я беру, это... В данном случае я использую вот такой грунт. Есть у меня просто запасы. На основе этого грунта я сделаю и грунт для посадки этого замиокулькса. Так как здесь объем небольшой, я просто... У меня там есть еще несколько зайников, поэтому я сразу сделаю на несколько. Смотрите, как легко рассчитать. Допустим, если взять такую, какую-то плошку, у нас 50% объема это будет основа. В данном случае это будет грунт для кактусов. В этом случае. Сейчас я вот так все добавлю. Так, 50% объема я заполнила основой. Это у меня, напомню, вот такой вот грунт. Дальше. Все остальную часть я заполняю почву улучшителями. Замиокулькс любит, когда у него почва, когда у него грунт достаточно рыхлый, да, чтобы влага не застаивалась, чтобы воздух проникал. И для этого я использовать буду перлит. Добавляю перлит. Вот так перлита. Дальше. Замиокулькс любит разные камушки. Поэтому я добавляю диатомит. Вот так вот диатомит добавляю. Еще обязательно я добавляю древесный уголь. Древесный уголь, уголь это как антисептик. Без него прям никуда. И сейчас, особенно, чтобы избежать каких-то неприятных последствий залива и всего остального. И под рукой у меня еще есть циолит. И циолит я тоже добавлю, немного добавлю. Вот так у меня получается. Итак, что у меня получилось? 50% это основа. В данном случае это грунт готовый для кактусов. Здесь он, кстати, видно. Он с добавлением песка. Дальше у меня перлит обязательно. Дальше камушки. Это диатомит и циолит. И немножечко древесного угля для растений. Все это перемешиваем. Так, теперь будем сажать. Я сделаю здесь, ну, стаканчики так небольшие. Я сделаю дырочки побольше для того, чтобы не добавлять дренажный слой. Если вы сажаете уже вот в какой-то такой, например, горшок, да, то вы дренаж обязательно делаете. У меня это такой, знаете, промежуточный вариант для того, чтобы растение просто восстановилось. Дырочки я делаю большие. Вот такие вот большие дырочки получились. Соответственно, вода излишняя будет спокойно выходить. Теперь, что я делаю? Делаю сначала подложечку из грунта. Обратите внимание, да, вот хочу прям показать, какой рассыпчатый получился грунт. Замяокулькас очень любит такой. Вот чтобы он был с камушками, чтобы он был рыхлый, чтобы он был рассыпчатый. Чтобы он со временем не слеживался, да, и чтобы не получалось так, что корни в таком, знаете, капкане из грунта получалось. Вот так не надо. Вот смотрите, как я его теперь размещаю. Делаю мяокулькас не очень любит, чтобы вот эти его бульбочки оказывались очень низко, да, чтобы они оказывались глубоко в грунте. Поэтому, поэтому смотрите, когда сажаете, чтобы их накрывало буквально немного, да, то есть вот, в принципе, тут такое практически идеальное положение. Сейчас немножко так сделаю, чтобы чуть-чуть вовнутрь провалилось. Вот так вот я его располагаю, это растение, и засыпаю теперь грунтом. Похлопывающими вот такими движениями я распределяю грунт внутри, и чтобы он везде упал между корешков, чтобы там не было пустот. Заполняю весь объем. Так, заполняю весь объем. Вот так вот у меня получилось. Здесь все заполнено. Все, сейчас еще немножечко сверху вот так вот насыплю. Потому что осядет, когда пропитается водой, немножечко осядет. Все, вот так вот у меня получилось. Что я теперь делаю? Теперь обязательно, так как у меня все было сухо, я буду поливать. Буду поливать не просто так, а буду поливать со стимулятором роста корней. Я это делаю сейчас во всех пересадках, потому что я обратила внимание, что при использовании данного препарата, я его использую при посадке, и потом еще через 10 дней поливаю. Что быстрее укореняется растение, поэтому вот вам тоже советую использовать какой-то симулятор корней. Я пользуюсь данным брендом. Так, вот так вот ставлю, чтобы водичка у меня не разлилась. А теперь мы польем. Беру воду. Воду я обычно использую из протфильтра питьевого. Так у меня остаются никакие налеты, осадки. В общем, мне нравится. Буквально половинку. Вот так использую. Половиночку. Так, и поливаю. Если, кстати, прислушаться, слышно, как зашипели камушки. Так, поливаю. Так, чтобы у нас пролился. Вот, кстати, удобство прозрачных горшков в том, что всегда видно, как идет полив, как пропитывается. То есть, вот видно, что этого недостаточно. Плохо пропиталось. Вот так. Вот, все. Теперь видно, что все пропиталось. Просто чуть-чуть. Все. Вот теперь все, водичка закапала. Полностью прошел горшок. Видно, кстати, да, как осел немножко грунт. Я прям чуть-чуть добавлю сразу. Немножечко. Так вот. Чуть-чуть. Ну, вот и все. Вся земля пропиталась у нас водичкой. Лишнее я сейчас солью обязательно. Не нужно это оставлять, да, в поддоне, потому что излишняя влага. Так как у меня здесь нет дренажа, керамзита, то, соответственно, вот эта влага, она будет стоять в земле, да. А в земле, там уже в грунте, уже есть корни. Соответственно, этот застой здесь совершенно не нужен. Поэтому я сливаю. Сливаю. Здорово, что вы досмотрели ролик до конца. Вот так я пересадила замякулкас. И что дальше? Теперь я просто буду ждать, когда у него все-таки, если все будет хорошо, да, что все-таки он выпустит эти новые листья, а зачатки которых мы с вами видели ранее. Я очень надеюсь, что все получится. Теперь это растение пойдет на полку недалеко от окна. Ему сейчас не принципиально по свету, что там с ним будет происходить, потому что у него нет никакой зеленой массы, да, ему нечем поглощать. Никакой свет ни дневной, ни фитолампы, ничего. А как только появятся первые росточки, то я его обязательно поставлю под фитолампу, чтобы сил у него было больше, и чтобы он активнее эти листочки выпускал и раскрывал. И еще мне интересно, верите ли вы в то, что это превратится вот в это через какое-то время? Пока-пока!